Всем привет! С вами Татьяна Кузьмина и проект Фиберлик Реалити. Тема сегодняшнего нашего видео так или иначе связана с притчей. Кто-то из вас уже знает эту притчу, кто-то еще с ней не знаком, и сейчас я вам ее напомню. Мастер сделал карандаш и отложил его в сторону. При этом он сказал, прежде чем ты попадешь в мир, я должен рассказать тебе пять правил, выполнение которых приведет к тому, что ты станешь лучшим карандашом, каким ты можешь быть. Первое правило. Ты должен позволить кому-то держать тебя в своей руке. Второе правило. Время от времени ты будешь испытывать болезненное обтачивание, но это является единственным условием для того, чтобы ты стал лучшим, каким ты можешь быть среди карандашей. Третье. Тебе необходимо научиться исправлять те ошибки, которые ты допускаешь. Четвертое. Все самое важное находится внутри тебя самого. Пятое. Ты всегда должен оставлять свой след на любой поверхности, на которой ты будешь находиться. Независимо от состояния, ты должен продолжать писать. Карандаш понял и пообещал помнить об этом. Он был помещен в коробку с призванием в сердце. Вот такая притча. А теперь мы с вами поговорим на тему, как же эта притча связана с теми или иными ситуациями в жизни и в бизнесе. Смысл этой притчи можно выразить одной фразой. Что нас не ломает, то делает сильнее. Я приведу вам пример из собственной практики, когда в 2016 году компания Флоранж объединилась с компанией Фуберлик, то для всех флоранжевцев это был очень сложный период. Первое – это неприятие. То есть люди не понимали, как так вообще могло произойти, что они работали с одним продуктом, с одной ценовой категорией. То есть это было нижнее белье, ювелирная бижутерия премиального класса. Теперь им предстоит работать совершенно с незнакомым продуктом, причем с очень широким ассортиментом, что здесь и косметика, и еще есть какие-то товары. И первая ассоциация – это, конечно же, косметика. И с косметикой мы работать не хотим, с косметикой мы работать не умеем. И ценовая категория абсолютно не та. То есть очень широкий ассортимент для широких слоев населения. А мы привыкли работать с бельем премиум класса. И, конечно же, вот первая реакция – это было отторжение. И к чему это привело? Очень многие лидеры слились. Кто-то ушел в другую сетевую компанию, кто-то вообще ушел из сетевого бизнеса. И вот в тот момент я просто остановилась и подумала. Вот мне нужно было определиться, решить для себя. Во-первых, оценить возможности той компании, куда мы, скажем так, попали. Ну, куда мы, в общем-то, по воле случая пришли. Той компанией, с которой мы объединились. Мне нужно было понять, что это за продукт. Название «косметика» меня не пугало, потому что у меня уже был опыт работы с косметикой. Такой вот достаточно широкий ассортимент – это, конечно, было, может быть, впервые. Я видела в этом только большой плюс, потому что более широкий ассортимент, он всегда расширяет возможности по работе с данным продуктом, потому что гораздо большее количество людей им пользуется. Естественно, это на руку, потому что облегчает организацию товарооборота. И я начала взвешивать все «за» и «против». Собственно говоря, поступила так, как я обычно поступаю в таких затруднительных ситуациях. То есть я стала оценивать. Меня устраивает сетевой бизнес? Да, устраивает. То есть из сетевого маркетинга я, в принципе, уходить не собиралась. Если меня устраивает сетевой бизнес, значит, мне нужно изучить условия компании. Прежде всего, конечно же, познакомиться с продуктом, изучить маркетинг-план, какие возможности предоставляет компания. Мне необходимо понять, как работает эта компания, какие у нее есть принципы. И вообще примерить это все на себя. Определиться, подходит мне это или не подходит. И, собственно говоря, я вот взяла вот этот тайм-аут, потому что все равно нужно было искать какую-то другую сетевую компанию. А зачем искать, когда у тебя вот уже что-то есть готовое? Просто познакомься и пойми, насколько тебе это подходит. Знакомство, конечно же, началось с продукта, да, с продукции. И вот первое представление у тех людей, которые ушли из компании, было фуфы, берлик, да это дешевка, дешевая продукция, и что это страдает качество и так далее. И вы знаете, я вот постепенно начала пробовать. Начала я пробовать сразу с премиальной линейки. И, честно говоря, у меня сразу осталось очень хорошее впечатление. Я помню, что очень долгое время я не могла подобрать для себя парфюм. Вот это был, знаете, такой пунктик у меня, потому что я очень любила парфюм, люблю его до сих пор. Но вот в пробничках, вот в этих маленьких тестерах мне было очень сложно выбрать из такого широкого ассортимента, казалось бы, но выбрать те товары, которые бы мне подошли, те ароматы. Очень долго определялась, потом плюнула на все и стала покупать целые флаконы, опираясь на описание. И, вы знаете, как-то вот стала попадать в точку. Конечно, не все мне понравилось из того, что я приобрела, но я нашла для себя своих любимчиков среди ароматов. И что сейчас мы видим? Я работаю преимущественно с ароматами, на промостойке, понимаете? То есть я стала углубляться в эту тему, в тему продукции. Попробовала одни товары в одной ценовой категории, попробовала другие товары в другой ценовой категории, и попробовала товары из других линейок. У нас же не только косметика. У нас как раз к тому времени стал расширяться ассортимент среди одежды. У нас появилась одежда для всей семьи. Я познакомилась с товарами для здоровья. Конечно же, серия «Дом», в которую влюбились сразу с первого применения. И так вот, постепенно познавая продукт, найдя своих любимчиков, я поняла, что продукт классный, продукт качественный, и что среди такого огромного ассортимента я могу выбрать для себя то, что мне нравится. Дальше стала оценивать маркетинг. Конечно же, в компании «Флоранш» была автобонусная программа. В компании «Фаберлик» нет этой программы. Но когда мы сравнили маркетинг мы с лидерами, то поняли, что здесь гораздо больше возможностей для зарабатывания денег, здесь гораздо больше различных программ денежных, когда можно эти деньги заработать и купить тот автомобиль, который тебе хочется. Что здесь более гибкий маркетинг, больше гораздо ступеней в маркетинг-плане, а значит легче продвигаться по маркетинг-плану и достигать определенных уровней и, соответственно, больше зарабатывать. Дальше стали изучать программы лояльности, и оказалось, что в компании «Фаберлик» их огромное множество, а в компании «Флоранш» их было мало и практически совсем не было. То есть мы стали вникать в эту тему и поняли, что маркетинг-план оказывается классный, что здесь есть огромные перспективы для развития собственного бизнеса. Еще один немаловажный момент – это легальность работы компании, условия, которые она предлагает. И оказалось, что компания-то оказывается действительно крутая, что она уже 20 лет, вот почти 20 лет к тому моменту была на рынке, что компания имеет собственное производство, собственные научные разработки, запатентованные разработки, собственная научная лаборатория, что это классная, мощная производственная база оказывается. И компания может гарантировать качество своей продукции за счет того, что она сама ее производит, она отвечает за качество продукции. И вот так постепенно кирпичик за кирпичиком, пазл за пазлом, наслаивался один за другим, и создавалась общая картина, общее представление о компании. И что компания работает легально, компания предоставляет возможность открывать индивидуальное предпринимательство и так далее. Но на самом-то деле это был длительный процесс, потому что во все это нужно было вникнуть, ко всему этому нужно было адаптироваться, и не все лидеры смогли справиться с этой такой трудной ситуацией. Кто-то посчитал, что гораздо легче уйти вообще из бизнеса и заняться чем-то другим. Кто-то посчитал, что нужно найти совершенно другую компанию, где может быть тоже премиальная линейка продукции, и ушли в ту компанию. Кто-то вообще на этом словил хайп, и вот некоторые лидеры, скажем так, образовали новую компанию, и она продублировала в какой-то степени компанию «Флоранш». Но при этом, вот мне кажется, работа, работа такими методами, что-то создавая на хайпе, да, это не работает. Это всегда не на длительный срок. И когда ты забираешь технологии, которые были разработаны не тобой, когда ты просто тупо дублируешь продукцию и создаешь какие-то подобные образцы, это не работает. И ведь так и получилось. Многие лидеры потом стали бежать из той компании. В общем, трудностей и сложностей было много. Не зря нам компания дала возможность в течение целого года пройти вот такой сложный адаптационный период и дала нам ряд преимуществ по сравнению с другими консультантами, которые уже до этого сотрудничали с компанией «Фаберлик». Дала нам льготы, сохранила цены, прежние цены на белье, которые у нас были в компании «Флоранш». Ряд еще других преимуществ. И мы как-то вот болезненно, но все-таки достаточно плавно у нас был совершен вот этот переход. Спустя год мы уже полностью адаптировались под маркетинг компании «Фаберлик». Но это был очень сложный период, очень сложный. И вот опять же повторюсь, что то, что нас не ломает, делает нас сильнее. Если бы в тот момент я сломалась, если бы в тот момент сломались партнеры в нашей команде, те, с которыми мы сейчас продолжаем строить бизнес, то ничего не было бы того, что мы сейчас имеем. А у нас сейчас классный проект. И этот проект создавался, преодолевая вот эти трудности и сложности, которые возникли. Мы получили колоссальный опыт, и он был и не только положительный, он был и негативный в том числе. Но мы извлекли болезное зерно из тех ошибок, которые мы допустили. И смогли извлечь, скажем так, позитив из-за тех моментов отрицательных, которые были. И сейчас, используя этот прошлый опыт, мы создали классный проект, в рамках которого есть большое количество инструментов для наших партнеров. И мы продолжаем шлифовать наши инструменты, внося определенные корректировки, опять же, исходя из того опыта, который мы накопили. В общем, что нас не ломает, то делает нас сильнее. Вот такой у меня сегодня получился с вами разговор. Если он был вам интересен, ставьте лайк под данным видео. Если вы не подписаны на мой канал, подпишитесь. Если вы хотите быть в нашей классной команде, в нашем проекте Фиберлик Реалити, если хотите научиться работать с теми методами, а мы работаем без спама, без навязчивости, без уговоров, мы создаем такие инструменты, которые сами притягивают к нам, магнитят к нам нашу целевую аудиторию. Работаем преимущественно через интернет, но, опять же, не спамим. Работаем экологичными методами. Если вам интересно это, то welcome в нашу команду Фиберлик Реалити. Ссылки на свои социальные сети я оставила под данным видео. Напишите мне в личку, и мы с вами пообщаемся на тему бизнеса. Я говорю вам всем пока. До новых встреч. С вами на связи была Катьяна Кузьмина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова